Омская налоговая служба начала охоту на фрилансеров. Тех, кто зарабатывает неофициально, инспекторы ищут в интернете, представляются покупателями и даже берут заказы. На живца налоговики поймали уже 300 амичей. Почему сибиряки не хотят декларировать свои зарплаты и предпочитают не оформлять трудовые отношения, в материале Тахмены Тынысовой. Светлана – свободный художник, точнее фотограф. Уже несколько месяцев она работает фрилансером. Говорит, получает больше и при этом не надо трудиться по 8 часов в день. Пока я не вижу смысла регистрировать ИП, потому что доход еще неофициальный и непостоянный. И платить большую часть на налоги как-то не очень хочется. Как только будет какой-то определенный поток, определенная стабильность в этом плане, тогда уже можно будет открывать ИП или оформлять другой вид работы. И уже будет все более-менее официально. В Омске на таких фрилансеров открыли настоящую охоту сотрудники налоговой службы. Часами сидят на сайтах объявлений, представляются клиентами и собирают доказательства. Анализировали сайт Авито, выявили физическое лицо, которое представилось с Александром. И мы проводили очень много мероприятий, вели долго переписку с этим молодым человеком. Мы заказали создание сайта. Сотрудник инспекции осуществил заказ. Ему направили, что стоимость заказа будет стоить 7500 рублей. Под пристальное внимание попадают все, от стилистов до программистов. Несмотря на то, сколько человек заработает, хоть 100 рублей, хоть 100 тысяч, делиться с бюджетом он обязан. До начисления всех налогов, от которых вы уклоняетесь, это пение и штрафы за то, что вы так делаете. Во-вторых, это есть административная ответственность за незаконное предпринимательство. Ну там штрафы, конечно, небольшие, от 500 рублей до 2000. На закрытых форумах возмущение. Фрилансеры уже привыкли, что деньги, которые они зарабатывают, их до последней копейки. Впрочем, государство не только берет налоги. Работа в правовом поле означает, что заказчик не обманет и заплатит по счету. За 13 лет работы фрилансером в этом убедился Дмитрий Волков. Он ушел из крупной IT-компании и делает сайты. На самом деле, частые случаи, когда фрилансер не получает оплату за то, что он выполнил какую-то работу, бывает так, что заказчик выдает неполную сумму денег, потому что нет же взаимоотношений, которые закреплены бумагами. И со временем пришел к выводу, что необходимо заключать контракт на какие-то определенные виды работы. Дмитрий все же оформил ИП и теперь координирует работу нескольких десятков фрилансеров, которых обеспечивает заказами. И налоги платит, и защищен трудовым законодательством. Однако такой вариант подходит все же не всем. Если в случае с Дмитрием игра стоит свеч, заказов много, то в случае, например, если ваша мама печет блины и продает соседям, то содержать бухгалтера как минимум накладно. Тахмин Атыныстова, Павел Теунов и Артур Хлопотин. Новости здесь, Омск.